Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Иерум Хамед Иртызбаев и наш традиционный обзор новостей за неделю. Президент Казахстана Касунжимар Токаев во время встреч с президентом России Владимиром Путиным предложил провести следующий турнир игр будущего в Казахстане. Игры будущего так называются международный мультиспортивный турнир, стартовавший в Казани. На открытии соревнований вместе с российским президентом были президенты пяти стран СНГ. Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Это первая встреча Путина и Токаева в этом году. Президент Казахстана на ней заявил, что исход предстоящих выборов в России не вызывает сомнений. По словам Токаева, Россия под руководством Путина достигает впечатляющих успехов, а сам Путин своими заявлениями, действиями формирует глобальную повестку дня. Также, со слов казахстанского президента, российская экономика, несмотря на очень сложные условия, достигла больших успехов. Что здесь обращает на себя внимание? Во-первых, в очередной раз продемонстрирована несостоятельность доводов о якобы полной изоляции России. Изоляция страны Запада – это не полная изоляция. Во-вторых, президент Казахстана в очередной раз подчеркнул высокий приоритет двусторонних отношений России и Казахстана. В тяжелейшей геополитической обстановке Казахстан демонстрирует умелую, выдержанную и рациональную внешнюю политику. И третье. Президент Укаев высказался на тему российских выборов. И действительно, выборы президента России, конечно, не столь интригующие мероприятия, как выборы президента США. По всей видимости, они будут носить исключительно характер референдума о доверии действующему президенту и его курсу. Ну, прежде всего, внешнеполитическому. И мне кажется, что исход этой гонки предрешен еще до старта. Но, как политолога, меня интересует вот еще следующий момент. Помните, мы в одном из выпусков обсуждали антивоенного кандидата в президенты Бориса Надеждына? Ему отказали в участии в президентской гонке. Бюллетеня его фамилии не будет, но электорат-то его остался. А по данным тех же опросов, проголосовать за него планировали по разным оценкам аж до 20% избирателей. Природа, как известно, не терпит пустоты. Вот кому из оставшихся кандидатов отдаст свой голос вот этот антивоенный российский электорат? Проигнорирует ли он выборы вовсе, либо изберет какую-то другую тактику? Это, как по мне, представляется очень даже любопытным. К тому же, активно развивается сюжет скоропостижно смертью главного российского оппозиционера Алексея Навального и выхода на политическую сцену России его жены, ну, теперь уже вдовы Юлии. Кстати, ее уже сравнили с древнерусской княгиней Ольгой. Это некоторым образом может повлиять и на процесс выборов в России. В общем, будем наблюдать. Президент России Владимир Путин прокомментировал резкие высказывания главы США Джо Байдена. Глава России напомнил, что ранее его спросили о том, какой кандидат президента США предпочтительнее для страны. Он ответил, что оптимальным вариантом представляется Байден. По словам Путина, американский коллега не мог напрямую поблагодарить его за слова поддержки с учетом геополитической ситуации, поэтому отреагировал именно так. Судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав, потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Напомню, Байден во время выступления на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско назвал президента Российской Федерации сумасшедшим сукиным сыном. Заявление Путина похоже на сарказм, но мне кажется, что оба президента были искренними. Путину на самом деле нужен Байден, потому что продолжение политики Байдена лишь подтверждает концепцию Путина, льет воду на его мельницу. США во главе коллективного Запада через Украину намеренно хотят уничтожить Россию. А Байдену ему нужно продавить выделение большой военной помощи для Украины. Поэтому он не стесняется в выражениях. Смотрите, мол, дескать, какому человеку нам приходится противостоять. Вообще, знаете, я вот тут обнаружил одну любопытную закономерность в российско-американских отношениях. Вот есть же такой шаблон республиканцев представлять этакими военными ястребами, а демократов голубями мира. И вот парадоксально, но отношения России и США бывали продуктивными, конструктивными и даже теплыми, и дружественными именно тогда, когда президентом США становился ястреб-республиканец. Судите сами, при республиканце Джорджи Буш-младшем отношения России и Америки можно назвать доверительными. Буш частый гость в Москве, а Путин открыто допускает вхождение России в НАТО и первым из мировых лидеров выражает соболезнование Америки в день страшного теракта 11 сентября 2001 года. После своей первой встречи с Владимиром Путиным Джордж Буш заявил, что заглянул в глаза своего собеседника и увидел там душу. А вот при демократии Обаме отношения двух стран теряют эту душевность. Они вступают в период стагнации, а затем серьезно деградируют и достигают дна невиданного со времен Холодной войны. Вскоре Владимир Путин начинает открыто осуждать американскую однополярность. А какими были советско-американские отношения? Демократ Гарри Трумэн выступает в марте 1947 года в американском конгрессе. Всего через пару лет после окончания самой кровопролитной войны в мировой истории идет фактически на обострение отношений с Советским Союзом и объявляет о новой внешнеполитической доктрине США. Она получила название «Доктрина Трумэна», цель которой сводилась к оказанию непрерывного давления на Советский Союз и другие страны Восточного Блока. По большому счету это дало старт холодной войне между США и СССР, которая при демократии Джонни Кеннеди, опять демократ, видите, чуть было не переросла в Третью мировую ядерную войну, события Карибского кризиса. Зато республиканец, например, Джеральд Форд в отношениях к Советским Союзам старался придерживаться курса разрядки. В августе 1975 года был подписан Хельсинский договор, подтвердивший незыблемость послевоенных границ в Европе. В 1974-1975 годах встречался с Леонидом Брежневым в Владивостоке и в Хельсинки, где они подписали договор об ограничении стратегического вооружения. При президенте республиканца Ричарде Никсоне Брежнев посещает США в 1973 году, где они подписывают соглашение о предотвращении ядерной войны. И хоть другой президент республиканец Рональд Рейган в 1983 году назвал Советский Союз империей зла, но уже в годы перестройки, лично посетив Москву в 1988 году, на волне улучшения советско-американских отношений, Рейган заявил, по совести говоря, сегодня я уже не могу называть Советский Союз империей зла. При президенте демократии Джо Байдене отношения России и США фактически сошли на нет. Вероятно, они стали даже холоднее, чем во времена холодной войны. Поэтому интервью Путина Такеру Карлсону стоит рассматривать как послание той части американского истеблишмента, которая намерена подходить к отношениям США и России с холодной головой и прагматичным расчетом к республиканцам. С Байденом конструктивного диалога не получается, а вот с его антагонистом Трампом договориться можно, что подтверждает и сам Дональд Трамп. И вот с помощью его поклонника Такера Карлсона Путин обращается не к Байдену, а к, вероятно, уже его сменщику Трампу. Здесь Путин действует прагматично. С Байденом ему удобнее, что называется, работать. Там все предсказуемо и легко просчитывается. Другое дело, экстрематричный такой Трамп, не ясно, чего от него ждать, но, судя по всему, именно он будущий президент, и Путин это понимает. Оттого и не складывает яйца в одну корзину. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон запросил 1 миллион долларов за интервью на тему украинского конфликта, рассказал американский журналист Такер Карлсон. Изначально британский политик отказался от разговора, но позже выдвинул финансовые условия. При этом Карлсон назвал экс-премьером ответственным за гибель сотен тысяч человек из-за торпедирования российско-украинских мирных договоренностей в 2022 году. Я только что проинтервьюировал Владимира Путина. Я не защищаю Путина, но Путин не просил у меня миллион долларов, отметил он. По мнению Карлсона, многие, в том числе и Джонсон, наживаются на украинской войне. Такое поведение он счел аморальным и очень неправильным. На прошедшем саммите в Дубае Карлсону пришлось отбиваться от нападок западных экспертов и журналистов. Претензии журналисту, например, ставят то, что он, в принципе, взял у Путина интервью. Мол, как можно, в принципе, брать интервью у агрессора? Ну, это очень странная претензия, поскольку она идет в разрез с фундаментальным принципом журналистики. Журналист может брать интервью у кого угодно, тем более, если его персона представляет большой общественный интерес, мировой интерес. Не вызывает сомнений. Другое дело, что Путин в этом интервью не сказал, в общем-то, ну, на самом деле ничего нового. Он лишь еще раз подтвердил собственное видение причин российско-украинской войны. Более того, мы в своих выпусках еще до интервью Карлсона эти причины называли. Ну, во-первых, война стала следствием непродуманной, близоругой и, по-простому говоря, разгильдяйской политики коллективного Запада. Очевидно, что Запад не соблюдал устных договоренностей, обещали не расширять НАТО на восток, а вместо этого манипулировали отдельными постсоветскими странами и, в первую очередь, Украиной. И планомерно, значит, сдвигали границы североатлантического блока к границам России. Следующий тезис Путина «Война в Украине для России носит характер гражданской войны, чего не понимают на Западе». Не случайно Путин рассказывает об украинских военных, которые, ну, отказали сдаться впринь со словами «русские не сдаются». В системе ценностей Путина Украина и Россия не просто соседи, это часть одноязыковой этнокультурной семьи, братские народы. Он постоянно использует это словосочетание. Поэтому вмешательство коллективного Запада в отношения Украины и России воспринимается Путиным так остро. Он действительно считает, что украинская государственно-политическая элита предала многолетние отношения Украины и России. При этом Путин, хоть и называет Украину искусственно созданным образованием, но он не отрицает ее государственность. В понимании Путина это государство не должно быть настроено агрессивно к России, не должно угрожать ее национальной безопасности. Вот чего хочет Путин. И это следует из интервью. Путин дал понять, что готов говорить о перемирии с Украиной, если Украина этого захочет. Но, как мы помним, президент Зеленский на законодательном уровне запретил вести переговоры с Россией. Знаете, есть такая поговорка «Назло бабушке отморожу себе уши». Это выражение означает, что человек будет делать все наперекор кому-либо, не задумываясь о последствиях и вреде для себя. Это именно случай украинских властей. Они самими, своими действиями сдали Путину кучу козырей, когда ввели антироссийскую риторику, как принцип государственного строительства. И попытка построить антироссию под боком у России оказалась, в конечном счете, не то что провальной. Она поставила под угрозу существования Украины, как независимого и самостоятельного государства. И прекрасно осознавая нынешнюю несамостоятельность Украины, Путин в своем интервью американцу Карлсону обращался в первую очередь к главному союзнику, спонсору Украины, к Соединенным Штатам Америки. Глава Приднестровья Вадим Красносельский инициировал съезд депутатов всех уровней. За 34 года существования Приднестровья всеобщие съезды депутатов собирались уже шесть раз. В марте 2006 года по итогам такого съезда депутаты обратились в Госдуме с просьбой признать независимость Приднестровья. Результатом того съезда также стал референдум. Его участникам предлагалось ответить на два вопроса. Поддерживают ли они курс на независимость Приднестровья и последующее свободное присоединение к России? И поддерживают ли они отказ от независимости и вхождения в состав Молдавии? На первый вопрос положительно ответили 97% участников референдума, на второй всего 3%. Однако, как отмечают эксперты, причиной экстренного созыва съезда могло быть и сложное экономическое положение региона. Ранее власти Молдовы отменили таможенные льготы для приднестровских компаний. Ситуация осложняется решением Украины закрыть приднестровскую часть границы. Именно через украинскую территорию в регион завозили большинство товаров. В результате у Кишинева появились дополнительные рычаги контроля. Вот смотрите, Молдова в экономической блокаде. В Приднестровье избрало путь Евросоюза. Куда так стремиться? Те же методы экономической барьеры и препоны. Так, например, Евросоюз действовал в Прибалтике. Например, в прошлом Латвия снабжала весь Советский Союз железнодорожными вагонами, микроавтобусами, радиотехникой. После вступления в Европейский Союз на грани банкротства оказалось даже некогда крепкое сельское хозяйство. А после ужесточения квот на вылов рыбы сырья едва хватает на знаменитые рижские шпроты. От сахарной промышленности осталось буквально следы былого величия. Фабрики фактически стирали с лица земли. Добровольно. За компенсацию от Евросоюза. Так, за счет латвийской экономики была решена проблема перепроизводства сахара в Европе. Крупнейший сахарный завод в Латвии – Елгавский. Местный сахар считался самым качественным в регионе. После закрытия производства сотни и тысячи людей остались без работы. А Елгавский сахар делают уже не в Латвии. Бренд выкупили западные конкуренты. А вот, например, Украина. Ее еще и близко в Евросоюзе нет, а Польша уже блокирует ее сельскохозяйственную продукцию. Вот он, как и раньше говорили в советском времена, оскал капитализма. Ограничения Евросоюза, они разрушают экономику. И с этой точки зрения, вот такое непоколебимое стремление государственной элиты страны ввести страну в Евросоюз. Ну, я считаю это большой ошибкой, которая в конечном итоге обернулась катастрофой для Украины. А тем временем в Киеве захотели показать миру украинское экономическое чудо. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство исследует опыт Японии в развитии экономики, чтобы показать миру украинское экономическое чудо. Для этого правительство Украины изучает опыт японской модернизации и анализирует все то, что позволило японской экономике войти в пятерку крупнейших в мире. Премьер-министр подчеркнул, что те, кто сейчас инвестирует в украинскую экономику, в последующие годы получат Байгаду. Сравнение, на мой взгляд, абсолютно неуместное. Япония после поражения во Второй мировой войне, она вся лежала в руинах. Я уж не говорю об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Япония была полностью оккупирована войсками США. В стране фактически управляла американская военная администрация, которая устроила несколько судебных процессов над японскими военными преступниками. На современном языке это называется деноцификация. И провела демилитаризацию японской экономики. Гигантское значение для Японии сыграло внешний случай, а именно война в Корее. 1950-53 годы, когда воевали Северная Корея и Южная Корея. Северную Корею поддерживал Советский Союз и Китай отчасти. И Южная Корея, которую поддерживали США и страны Запада. Япония, она стала мощным военным тылом, плавучим авианосцем гигантским. Заказы посыпались на японскую промышленность, как из рога изобилия. Экономический рост был необыкновенным. В современной Украине ситуация прямо противоположная. Война идет на ее территории. Экономика и уровень жизни падают. Критическая инфраструктура уничтожена. И самое главное, в Японии нет коррупции. Или она вот, знаете, минимизирована, ее не видно. А Украина одной из самых коррумпированных стран в мире. Причем коррупция усилилась, увеличилась именно во время войны. Аналитики Всемирного банка оценили потенциал казахстанской экономики. Как отмечается в докладе, со времени обретения независимости Казахстан добился внушительного экономического роста, который привел к повышению уровня жизни и сокращению бедности. В 2006 году Казахстан приобрел статус страны с доходом выше среднего уровня. Рост сопровождался улучшением жизненного уровня и снижением уровня бедности. Между тем, ранние периоды экономического успеха, как считают аналитики, скрывают в себе и коренную проблему, с которой сталкивается Казахстан и сегодня. Отсутствие роста производительности. Всемирный банк, слушайте внимательно, назвал 2012-2022 годы потерянным десятилетием для Казахстана. Так оно и есть. Полностью солидаризируюсь с этой оценкой Всемирного банка, который, на мой взгляд, имеет такой, знаете, глубокий политический подтекст. Две досрочные президентские избирательные кампании 2011-2015 годов, три девальвации, которые полностью уничтожили веру вообще в национальную валюту, стагнации застой, укрепление и расширение семейно-кланового и клептократического режима и коррупция во всех сферах государственной жизнедеятельности. Все это, знаете, это предтеча сегодняшнего крайне тревожного положения. И не только в экономике. Ну, сами посудите. На сфонде у нас 60 миллиардов долларов. Но прямой государственный долг составляет 61 миллиард долларов. А совокупный внешний долг страны почти 160 миллиардов долларов. Если завтра срочно потребуют все выплаты долгов, то масштабный дефолт неизбежен со всеми вытекающими последствиями. Можлист парламента Казахстана в первом чтении одобрил пожизненное тюремное заключение за детоубийство и педофилию. Друзья, в прошлый раз мы говорили, что в Петропавловске на свободу вышел маньяк, совершавший серийное убийство. Он насиловал и грабил женщин. На его счету 10 жертв, в том числе и маленькой девочкой, которую он изнасиловал и убил. Это освобождение вызвало большой резонанс. И вот он привел к молниеносной реакции депутатов, что очень похвально. КНБ начал масштабную операцию в регионах Казахстана по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений. Операция прошла сразу в семи регионах страны. Ранее аналогичные мероприятия по выявлению радикалов проходили в том числе и в столице республики. В этой новости настораживает слово масштабное. То есть радикалов выходит в нашей стране много. Это настораживает. Именно они были ударной силой в январе 2022 года. К тому же сам по себе регион у нас в этом отношении неспокойный. И в Казахстане, и в Центральной Азии очень много религиозных радикалов. И поэтому превентивная и точная работа КНБ по обезвреживанию радикалов имеет огромное значение для национальной безопасности страны. Могут ли радикалы самостоятельно захватить власть в нашей стране? Самостоятельно вряд ли. А вот с помощью внешних сил это вполне возможно. Я глубоко убежден и уверен, что ИГИЛ, Талибан, другие террористические радикальные группировки, они ждут развязки российско-украинского конфликта. Если Россия потерпит поражение и начнет рассыпаться, то вторжение радикалов из Ближнего и Среднего Востока в Центральную Азию неизбежно. КНБ надо продолжать свою опасную, но очень нужную работу по обезвреживанию деструктивных террористических сил религиозного характера. В противном случае мы рискуем потерять суверенитет страны. А сейчас, друзья, у нас будет подборка таких полусатирических новостей. Проходить обучение перед вступлением в брак могут обязать в Казахстане. Об этом рассказал глава комитета по делам молодежи и семьи Кайрат Камбара. Обучение может занять месяц, а с будущей парой будут работать психологи и менторы. Будет ли обучение обязательным? Неизвестно. Хотел сиронизировать, но думаю, что будет неуместно. На самом деле, очень хорошая идея, замечательная идея. Я обращаюсь к вам, дорогие друзья, женатая и замужняя. Подключитесь к этой идее своими советами и рекомендациями. Пишите нам, что вы об этом думаете. Какой бы я совет дал молодоженам? Не знаю, честно говоря. Соревнуйтесь друг с другом в своем стремлении как можно больше дать друг другу счастья и любви. Глава Минтранспорта готов рассмотреть запрет распития алкоголя в поездах. Вот только министр отметил, что этот вопрос никогда не изучал и не думал об этом. Начало уже интригующее. Не изучал этот вопрос и не думал, но готов рассмотреть. Вот цитата. Тезис о том, что КТЖ пытается заработать на алкоголе, не соответствует действительности. Потому что сервис оказывает посторонняя компания, и это частное лицо зарабатывает, не КТЖ. Продолжая об алкоголе, я знаю, что было отдельное обращение сделать женские вагоны. Это мы сделали. Но с обращениями по поводу запрета употребления алкогольной продукции не сталкивался. Если в обществе назревает такой вопрос, то давайте дополнительно изучим. Без проблем. Ну вот я опять узнаю старый почерк нашего правительства. Надо изучать, надо подумать. Неужели у министра нет собственной позиции по данному вопросу? На который, на мой взгляд, есть единственный правильный ответ. Вообще я рекомендую почитать, знаете, такую хрестоматийную вещь. Это поэма Венедикта Ерофеева, называется «Москва петушки». Из нее станет понятно, почему безалкогольные поезда – это, собственно, что-то из области фантастики. Эта книга, ну, она, знаете, как настоящая ода поездному употреблению спиртных напитков. К тому же есть вагоны, рестораны. Ну, что плохого, если в них человек позволит себе выпить, именно выпить, не напиться, что, собственно, и даже нереально с расценками вагонов в ресторанах. Если же принять своеобразный сухой закон в поездах, то пассажиры просто сами будут затовариваться спиртным перед рейсом. А депутат Маслихата Алматы Тимур Елеусизов ответил критикующим его, после того, как он использовал нецензурную лексику, во время чтения доклада. То есть во время внеочередной сессии Маслихата Илеусизов, читая доклад, не смог выговорить сложное, прилагательное с первого раза использовал нецензурное слово. В соцсетях и в СМИ депутата раскритиковали не только за мат, но и за то, что он читал по бумажке, а также, что у эколога вызвало сложности слово «эпизоотический». Я тоже с трудом произнес. Приехал в РУВД, написал объяснительную, привлекли к ответственности под 434-й статье «Мелкое хулиганство». Как говорится, за допустимые ошибки нужно нести полную персональную ответственность. Это как раз-таки хороший пример тому, что перед законом все равны. Я считаю, что вообще не надо слишком уж распинать этого депутата. Слово это на букву «б» конечно грубое, но уже давно стало, если не литературным, то отчасти вполне пристойным. Не верите? Ну, почитайте Пушкина, его взрослое стихотворение. Да, и других литераторов. Язык – это ведь живой организм, он меняется. Я вовсе не призываю его активно применять. Ни в коем случае. Тем более на государственных, официозных мероприятиях. Хотя порой сама жизнь на это толкает. Но согласитесь, что вот в данном выступлении депутата это слово было так органично вплетено, что не сразу и поймешь, оно было частью доклада или чистой воды импровизации. На этом у нас все. С вами был Ермухамед Вертисбаев. Так, я пока неidi, пока неудады. Спасибо. У ret rained. Спасибо. Пока. До свидания. Аплодисменты. Увидимся. Увидимся. Условий.